Разрыв захвата. Мы будем наблюдать. Если будем стараться внимательно наблюдать и определить, кто больше уходил от борьбы, естественно, будет делаться это повреждение. Правила, как и во всех силовых видах спорта, очень строгие. В зале представители сельских округов, участники из города и те, кто не вошел в команду, могли побороться за отдельные призы. Армрестлинг или борьба на руках – одна из дисциплин сельских спортивных игр. Всегда на руках у нас, как говорится, и богатыри соперничали, кто сильнее. Поэтому этот вид спорта есть перспективой его развития. Для этого не требуется таких больших инвентаря, я имею в виду разнообразного. Единственное, что требуется физическая подготовка. С самого начала неплохо смотрелись участники из виноградного сельского округа. В минувшем году команда победила в муниципальной спартакиаде. На поселковом стадионе традиционно проходят соревнования по силовому экстриму. В минувшем году команда победила в муниципальной спартакиаде, а на поселковом стадионе традиционно проходят соревнования по силовому экстриму. А это участник из станицы Анапской. Сергей Дунаевский занимается дзюдо и самбо. Участвует в соревнованиях по гиревому спорту. Пару дней назад предложили попробовать себя в армрестлинге. За два дня, по сути, я только узнал об этом соревновании. Меня повестили, сказали, будешь выступать. Ну, я согласился. Положительные эмоции. На краевом этапе Анапу будут представлять двое сильнейших мужчин и две женщины. Уверена. А нет, у собаке у них нет. Надежда Пушкарь из поселка Виноградный занимается легкой атлетикой. В соревнованиях по армрестлингу уже второй раз. Просили первый раз поучаствовать, уже второй раз приезжаю. Тренируюсь, конечно, теперь. Просто хороший спорт. В итоге команда из Виноградного сельского округа стала первой. Второе место у Анапского. Третье у Гайкадзорского сельского округа. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.